союз нерушимый часов и шесть минут программа союз нерушимый добрый день вам говорят ведущие передачи азиз агаев и владимир сметанин рады вас приветствовать сегодня пятница 28 сентября и мы рады что у нас сегодня в гостях тамерлан нукзаров народный артист российской федерации основатель руководитель цирка легенда который продолжает свои гастроли в кировском государственном цирке и мы снова напоминаем о том что это уникальная программа и вы можете ее посетить заходить пожалуйста интересуетесь афишами даты время представлений пожалуйста у вас есть уникальная возможность сейчас напомните пожалуйста тамерлан салтанович до 14 октября до 15 до 14 октября мы работаем да добрый день в первую очередь добрый день мы как-то сразу к делу вы понимаете меня здесь народ очень хорошо идет самое главное что в цирку очень хорошо народ идет вот в субботу завтра у нас два представления вчера было одно представление в субботу в воскресенье одно представление знать когда народ идет значит дирекция больше представления делает я всех приглашаю в цирк все еще ни один человек не встал заранее не убегал не одевали чтобы было чтобы это самопризнательно и когда люди кричат орут да хлопает для артиста больше ничего не надо иначе мы нравимся ну если говорить о программе союз нерушимый вы добыли у нас в прошлую пятницу в программе культ поход но вы к тому же еще и вполне такой наш человек человек программы союз нерушимый я чтобы ввести в курс дела напомню что программа наша уже выходит больше трех лет и мы говорим о разных культур а культур и традициях особенностях разных народов народов нашей россии надо россии и вы наш человек в том смысле что цирковое искусство она интернациональная она понятна на любом языке в любой стране мира и так далее до китая ну да но тут есть еще один так сказать еще одна причина потому что уважаемый тамерлан имеет родителей которые отец был я так понимаю ингушом до дома осетинкой то есть это человек родившийся в межнациональном браке и поэтому наверно такой талантливый и посвятивший всю свою жизнь великолепным прекрасным животным грациозным с которыми вы работаете уже много 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 времени и вот хотим да сегодня поговорить вот я вам задавал вопрос до начала программы был ли в вашей биографии вашей цирковой деятельности случай когда вот именно вашим искусством вы людей примеряли усаживали за стол переговоров возможно у вас огромная просто география путешествий по планете вы понимаете я вам даю двух словах сейчас расскажу свои в прошлый раз вы рассказывали как большом трампа кормили большом трампа до лет когда корриваешь трампа это прекрасно сейчас он нам помогает чтобы прекрасно мы жили в мире вы знаете самое главное что я вам хочу сказать да чтобы мы рассказали вот что я ингуш отец мне ингуш мать осетинка вот это самое главное у меня нет знаете какой национальный на цена националист у меня в номер работы и азербайджанцы работают и армяне и и даже узбеки работают осетин работу мне этого нет знаете чтобы национальный был мне нужно чтобы он был артистом или делать трюки я говорю я его как можно любого человека научить да карактином да да он будет исполнять и осетинские номера и армянские номера и азербайджанский номер еще я вам все это говорю поэтому вот в этом называется национальность я считаю это сегодня как должен напасть на слово националь знаете мы в россии все живем мы должны быть российский народ мы должны объединиться друг друга искусство показывать друг другу кто лучше работать в цирке кто лучше трюки делать да знаете вот при советском союзе что было интересно очень дни культуры чеченой ингушетии москве дни осетии в москве мы друг друга знали мы друг друг видели хлопали друг другу все это да а про цирк я вам расскажу у нас было удивительная программа был армянский азербайджанский коллектив узбек коллектив татарский коллектив по эти мы друг друга видели кто что может делать ему друг друга учились учились передавали на руководитель коллектива вот руководствуетесь я понял что вы не руководствуете какой национальности принадлежит человек но какие-то есть как бы черты человеческие вы же не просто там периоде профессионала но типа он вот профессионалы все наверное какие-то предпочтения какие-то человеческие ценности вы хотите видеть вот в членах своего коллектива конечно мы если мы называется кавказской легенды это называется легенда кавказа и когда на кавказе платок бросают когда мужчина там дерутся или какие-то там между ними дела начинается женщина когда снимает поток бросает и все прекращается конечно мне кавказы сделаны и мне подсказали все это махмуды самбаевы великий артист пойти меня я вам почему город так не бывает что я такой великий мне научили махмуды самбаев и кобзоном я очень близко был знакомый и мусульман магомаев что вы просто знали это могут друг друга учили чтобы быть красивым на манеже у друг друга учили чтобы на зритель понимал на что конкретно вы пили вот почерпнули у названных великих людей понять как как махмуды самбаев танцевал так у нас сейчас никто не танцует как мусульман магомаев пел с душой и сердцем такого нет у меня сейчас даже другое по мне мурашки идут как кобзон пел в любые песни знаете меня мы его ни с кем не можем сравнить этих людей у нас нет замены я вам честно могу сказать к сожалению знаете меня потом дано до любой нации доходился для всех доходился его слова его танцы все это вот должно быть в искусстве так я вам могу сказать одну маленькую историю расскажу когда мы платок бросали в америке к нам подходили мужчины подходили взрослые уже в годах люди выгод можете этот платок кинуть между советским союзом и америкой чтобы подружить чтобы мир был я вам серьезно говорю знаете люди подходят и они по-другому думать прекрасно понимают это все зритель вот это понятие там зритель вот как мы когда работали да я вам одну маленькую историю расскажу я сделал советский флаг и американский флаг и когда мы эти флаги выдергивали нога галопом и по кругу на время представления да и понять мне весь зритель издал вскать и начали рад хлопать все у меня логи не знали куда деться от этого звука до шума вы понять вот это наше искусство было настоящее но вы думаете вот такие жесты такие но я бы сказал достаточно великие жесты так сказать человечество да да бросить платок они все-таки это традиция кавказская она может стать как бы жестом мира во всем мире конечно то есть люди готовы воспринимать такие жесты и вы понимаете почему я в америку ездил 72 года через два года на 6 9 месяцев просто я не так просто знаете все таки они хотят чтобы идея какой-то они просто трюки делать сейчас вообще-то в искусстве эти в театре сальто делают уже там делают да в цирке танцуют ли скоро петь начну поэтому я искусстве должно быть найти все всякое должно быть тогда зрители интересно я вам почему все говорю к нам приходил ковбой приходили это ковбой на пастухи да и они спрашивают что такое джигит и что такое ковбой у нас была соревнования и целый фильм они там сделали они ковбой буквально как бы мальчик который пасет коров да вы понимаете они фильмы сделали даже почему они взяли как и мы трюки для они нас называли крези мы сумасшедшие нас называли по реки что мы на таком ходу трюки делаем все это приятно с одной стороны хорошо это знаете и они удивлялись вот этим и когда вот такие удивление от народа идет знаете это надо ценит на самое главное могу сказать как американка свой американцы свою флаг любят так никто в мире не любит я вам скажу почему я когда приехал первый раз думаю что праздник у них утром флаги вечером на следующий день опять флаги опять это да они по к своему флаге приучили как своему знаете жизнь вот это прекрасно утро начинается глава семейства пошел фраг флаг поднимать на лужайке я почему хочу сказать весь коллективом мы были в белом доме нас приглашали а белом доме три раза в веке был не так просто с нами беседовали нам рассказывать проказу президента все это начал нами интересовались вот эти интересны но вот все-таки табирлан там султанович все-таки вот вот этот жизнь он все-таки моральным является как вот я вот вот вы рассказываете понятно там люди приходят на развлечения там посмотреть вот назвать там crazy и так далее вот насколько и вообще вот сила это вот такие морально моральные жесты на которые вот люди могут реагировать кавказцы люди достаточно горячие сами по себе да это это не просто штампы на на самом деле как бы так и есть и все-таки вот этот жест как бы который о котором горите он останавливает их да вот несмотря на всю горячий может быть там и кровь куда-то бьет так сказать в мозги куда-то там и в этот момент они все равно находит себе силы остановиться и вот американцы понимают такие моральные жесты вы считаете что вот наши жесты а у нас в россии много разных еще других как бы морально жестов вы считаете они могут стать всемирными и вообще люди могут воспринятие действительно ну идти по по пути доброты в дальнейшем мы вы понимаете высокой морами wife понимают что говорится самое главное простой народ по всему миру они одинаковые что русские что американцы все мы одинаковые простой народ это большой at политик все делает я почему говорю да мы по всем штатам ездить по всем штатам этом и битком когда народ идет простой народ приходит с детьми и со всеми вы понимаете меня и могу вам маленькую вещь пора сказать. Пришел к нам Бежежинский. Такой был антисоветчик. Вы прекрасно знаете. Пришел в Вашингтоне. Посмотрел нас. Пригласил всех, весь 90 человек в кафе. Посидели. Все. Говорил, какие мы прекрасные, хорошие. После этого 12 лет цирк туда не ездил. Понятно. Запретили. Знаете почему? Потому что столько сразу по 30-25 тысяч зрителей сразу смотрят. А тут звучит там цирк. И нас потихоньку убрали. Балет не убрали. Балет там 2000 зрителей пускай будет. Не так критично. Почему? Не то, что я каждый артист о себе хочет сказать. Это на самом деле так и было. То есть политики не хотели, чтобы видели, что артисты из СССР, цирковые артисты из СССР. И теперь вам... Тем более с Вашими подходами, когда Вы пропагандировали фактически дружбу, скажем так, между... Да. Вы знаете, я Вам одно мобильское скажу. Нет плохого искусства, нет плохого. Есть плохие исполнители. И когда очень хороший исполнитель, Вы можете на любом... На любое все, что показывать, если Вы с сердцем все показываете, и зритель Вас видит, он встает и хлопает. Понимаете? Кем бы ни были, русские там, азербайджанцы, евреи, кто угодно, если Вы артисты, все понимают это. Вот главнее ничего, артисты тогда понимают. А бывает, стихи... Господи, быстрей бы отсюда. А другой с душой читает. Другой с сердцем. Глаза на него смотришь. Думаешь, как это... Откуда у него все выходят? Вот. И я Вам могу еще сказать... У меня вот самое главное, да, не трюки научит человек артистом быть. Чтобы на зрителя посмотрел, чтобы в него любились. А то, знаете, трюки делают, они думают, тут болит, здесь болит, да. Думают, Господи, когда он уйдет. Ну, как же это случается все равно. Когда он уйдет, а мы... Изменить, пожалуйста, знаете, у нас слезы у нас тягут, да, а мы улыбаемся. Конечно, да. А мы улыбаемся. Вот. Это наша специальность. Тогда, наверное, и могу сказать... Я на своей судьбе не имею права бежать. Ну, чтобы вот называться crazy, нужно... Насколько, так сказать, на какой уровень взаимопонимания должен быть вот с лошадью у человека? Вы знаете, меня... Я хочу, чтобы Вы пришли к нам в цирк, сами посмотрели, нам бы с Вами легче было говорить. Если, знаете, у меня скоростные машины есть, чем безлиц, если Вы удивляетесь, скоростные самолеты, ракеты куда-то летают, мы этим радуемся, думаю, как же человек придумал. Так и в цирке. Если в цирке лошадь быстро идет, люди удивляются, как и трюки можно делать. Понимаете? Вот в этом-то я и выигрываю. Я специально сделал трек такой лошади, чтобы они упирались. И вот поэтому они идут мне быстро. Напомните, сколько у Вас одновременно максимум коней на сыне? У меня сразу у моих коней бегут 20 лошадей одновременно голубом летят. 20 лошадей на арене. Я хочу, чтобы Вы пришли, посмотрели. На кругу. Вы понимаете? 20. Вот. Я Вам почему все это говорю? Это когда Вы знаете свою специальность, Вы все делаете. А когда не знаете специальность, все страдают. Давайте вот, раз уж мы заговорили об этих удивительных животных, давайте поговорим, вспомним, как, собственно, воспитывалось в Вас это уважение и любовь коням. Ну, тут уже кавказские корни, да? Другого пути не было. Вы помните свою первую лошадь, скажем? Вы понимаете, я Вам сейчас скажу. Я Вам чуть-чуть про себя разговариваю. Я детдомовский мальчик. Я сам себе в детдом знал, чтобы Вы знали это. Вы, наверное, где-то читали все это, да? Ну, так сложилось. Я благодарен, что я в детдом прошел это. Это очень хорошая школа. Это прекрасная школа. И меня там научили руками работать. Там мы могли, мы моторчики двухякорные, трехякорные. Знаете, мы маленькие пацанами, у меня подъемный кран, кнопками нажимаешь, он у меня автоматически все работал. Понимаете, это нас там учили. И вот это, которое нас научило, я по сей день благодарю, я все умею делать. Вот мы сами ищем, все делаем. Говорят, что Вам заложили? Потом мне повезло. Мастер на все руки. Да. Потом мне повезло, моя мать вышла за Нукзарова замуж. И я попал в сырки. И он чем великий артист был. На манеж, когда выезжал, уже в годах. Так становился гордо. И зритель хлопал, даже трюки не делал. Знаете, все-таки отсюда идет. И он мне дал, знаете, что дал? Делай, что хочешь, лошадьми. Что ты хочешь делать? Вот самое главное, я был свободен в этом выборе. У меня не было, знаете, чтобы трюки тяжело делать. Вот это мне тяжело. У меня это, у меня легко все отдавался. И плюс еще, мне повезло, великий, с клоунами, карандашом я у него работал, с Поповым рядом, с Юрем Никулиным я работал, да, со всеми большими артистами я работал. И они мне толкали. Видите, мальчик идет вперед. Вот. А так не бывает. Я такой один стал, я герой, так не бывает. Мне все толкали, я у них учился, помогал. Я им благодарен все это. Ну, а с чего начиналось-то вот общение именно с лошадьми? Я вам расскажу. Как это все было? Когда вы увидели? Я помню, я помню, дом у нас был, у нас было полуторка, я помню, полуторка. Автомобили, да? Да, автомобиль, полуторка, да. И мы видим, про-та-та-та-та-та, застрял где-то. И мы человек 23, где домский толкают. И у нас было две лошади, запрыгали эти. И мы на этих лошадях садились по-детски, знаете, как без седла, без ничего, веревку надели вместе, уздечки, и поскакали. Падали, все это. Вот оттуда у меня все началось. Понимаете, потом на чужих лошадях так запрыгаешь, поскакал, там все, нас ловили, били. Ну, чтобы покататься просто. Да, пойти, да. Вот оттуда у меня появилось вот это. И, знаете, мне просто повезло, я вам повторяю, да, что вокруг меня были, я около специалистов был. Знаете, они мне научились, что такое копыта, что такое седло, как лошадь болеет, все это. Вот это, главное, ничего не может быть, когда ты, о лошаде все знаешь. Подковывать умеете? Нам категорически подковывать нельзя. Нельзя? Нельзя. Почему? По технике безопасности. Были случаи, вот у меня было случаи, подковали, ну, с копытом было плохо. С задними ногами наступать на подкову и лететь в зрительный зал. Ух. Вот это было. Кувырком. Да. Понимаете, категорически нам это нельзя. Потом человек может упасть под лошадь. Это травмоопасно, в общем, да. Там опасно есть, которые мы должны все знать и выполнять. И что хорошо, у нас в цирках, да, у нас есть специальный инженер по технической безопасности. Нас каждый день, врач проверяет, чтобы на манеж выйти. Знаете, некоторые думают, артист цирка поехал, не так, нас проверяют, животных, врачи проверяют. Все, мы работаем. Насчет этого я могу сказать, цирк должен при государстве. Вы говорили, да, да, я вам скажу, я вам двух слова скажу, буду, думал себе, это дорогостоящее очень искусство. Чтобы большого-то сделать номер там национальным, любом национальном, джигитов сделать, да, это надо года, надо найти партнеров, это надо платить все это, да, а потом, когда номер, конечно, сделает, прекрасно ездит, все зарабатывает, возвращаются деньги. Вот я вам. Вы сказали, что у вас коллектив, которым вы руководите, он достаточно такой разноплановый в плане... Многонациональный. Да, ну, не упоминаем слово национальность, раз уж наш гость не слишком... Ну, конечно. ...в плане происхождения, да, а вот то, о чем мы говорим, в наших программах, какие-то национальные праздники, Навруз, Ускурбан-Байрам, Ураза-Байрам, вот эти традиции сохраняются? Я вам расскажу, вот было тысячелетие Казани, и мы туда ездили на тысячелетие. Там удивительный был там этот праздник, удивительный праздник был там, там все правители были почти со всего мира, и Путин туда приезжал. Удивительный человек, Шамиев, это удивительный человек, он приходил к нам на конечку, я даже удивил, кто это? Шамиев пришел. Знаете, у меня вот в этом-то руководитель заключается, его вокруг него никакого не было. Понимаете, и когда мы отработали там, да, и они сказали, что откуда-то так татарских джигитов так быстро сделали. Мы одели их там шапочки, это одели, да. Понимаете, и могу сказать, я считаю, сегодня один из лучших ипподромов вообще в России, это Казанский ипподром, удивительный ипподром. современный, можно сказать, что самый современный в стране. До 7-8 градусов круг не замерзает. Может, ложись скакать, можете все что угодно делать. Вот в этом прекрасно все это. Ну, возвращаясь все-таки к моему вопросу, вот ваши коллеги-артисты чтят какие-то национальные традиции. Конечно, я могу сказать, у меня, я воспитал 6 руководителей, которые свои номера сделали, свои работают. И самостоятельно на работе начали, да? Самостоятельно работает, в Росгосцерке они работают, все это. Конечно, передаешь, они со мной рядом работают, как не учиться. Они работают, все видят, как я работаю. И вы ничего не скрываете, все им рассказываете. А вы знаете, я хочу, чтобы вы пришли на репетиции, я очень строгий. У меня нет, знаете, у меня нет, болеешь, не болеешь, должен на репетиции быть. Я думаю, по-другому и быть не может, когда ты хочешь быть лучшим. знаете, я почему говорю, потому что зритель деньги платит, мы должны полностью работать, а не так, знаете, я сегодня пришел в таком, завтра нет. В таком нет. Но к вам нельзя устроиться по блату, именно талантливые люди, а то у нас ведь в стране-то сейчас принято, так сказать, как бы. А у меня один блат, один только блат у меня. Я вам скажу, какой можно сказать? Да, конечно, какой у вас блат, Если вы можете ездить, если вы физически все подгоняете и можете какие-то трюки делать, вот этот блат, пожалуйста, садитесь и работайте. Можете завтра прийти на репетицию ко мне. То есть, если вы видите, что человек на 100% выкладывается и он талантлив, то, пожалуйста, приходи работайте. Мне нет этого, как называется, по блату прийти. У меня нет этого. Даже у меня сын, когда со мной, он сейчас на пенсию ушел, да, у меня тоже блата не было. У меня этого нет. Жена у меня там работает или кто-то работает. Этого нет. У меня все. А если вот так будет все это по блату, искусства не будет. Тогда все просто захереет и разрушится. Вспоминая о том, что вы побывали во многих странах мира, какая культура, какой страны, вы же все равно в процессе гастролей с чем-то знакомились с какими-то моментами, вот какая культура, какой страны, какого народа вам больше всего запомнилась, возможно? Поразила себя чем-то таким? Вы понимаете, вот Япония, да, там много раз я в Японии это совершенно люди другие, спокойные, они любят, чтобы яркие костюмы были, чтобы это, да, и они не восторгаются так, они не ворваются, они про себя внутри, дома гороскат, какие-то там номера были, все. Народ битком, а хлопают так, няки. Скромненько, да? Да, скромненько, да. Они так воспитаны, у них нет вот этого. Эмоции свои не проявлять слишком бурно, да. Вот в Аргентине совершенно по-другому люди, да. Ну, как я вам могу сказать? Могу честно сказать, у меня даже в голове, в уме не было, чтобы где-то за границей остаться. Знаете, свой язык, еда наша, борщ наш собственный, вокруг нас, все наше русское, советское тогда было, да. У меня даже в голове не было, чтобы где-то остаться, все. Конечно, дом соскучил, знаете, вот здесь скучно бывает, да, о, Господи, пойти где-то борщ съесть, где-то шашлык поесть, вот это, да. У них все по-другому, все другое у них, все это. В Японии морепродукты, которые тоже, да, там. Ну, судя по тому, что вы уже называете, я так понимаю, что из супов вам больше всего, больше нравится? Нет, у меня хорошая кухня, любая нравится. То есть, любая хорошая кухня? Да. Ну, а когда вот наелись хорошей кухней, и вот, чего вспоминаете прежде всего, какую еду, вот, что хочется? А что мужик должен вспомнить? Свою жену вспомнит, девушек вспомнит. А что еще вспоминать? Нет, я буду вспоминать другую еду. О чем вы говорите? Но я про еду именно говорю. Понимаете, когда она подумает, что, Господи, какая у меня прекрасная жена, как я ее люблю, я ее. Вот о чем надо думать, о семье, о близких думать. А я еще думаю, что, еще селедку съесть, или что, я об этом никогда не думаю. Ясно. А что вот вам на ваши праздники там вот готовят близкие? Вы знаете, я кедил, у меня нет вот такого, знаете, неприхотливого. Нет, у меня такого нет, что вот это, вот это. Предпочтений каких-то, все, что вкусное, все ем подряд. Это у меня нет такого. Конечно, чем взрослее становишься, мне скоро будет 77 лет, я уже хлеба меньше ем. Вот это я ем. Вот это надо, как соблюдать надо. Я вас приглашаю, знаете почему? Я хочу, чтобы вы видели, что я делаю в 77 лет. Просто, знаете, нам бы с вами еще легче было разговаривать. Я, к сожалению, да, не побывал, но моя жена с сыновьями моими, они сходили в прошлое воскресенье, им понравилось очень. Но я все-таки намереваюсь еще попасть. Вы понимаете, я вам почему скажу, все-таки, почему, я сейчас, чтобы вы знали, вы не подумайте, что я, такого артиста нет, что про себя такой великий, великий, да. Я люблю, когда приходит корреспондент, телевизор, чтобы они увидели и вопрос потом задавали. Понятно. Понимаете, это... По факту увиденного, да, собственно. А вот это как? Вот это что, да? А так, получается, знаете, я такой, я такой. Я сейчас скажу, мне 77 лет, товарищи, приходите в цирк, они думают, к этому старому человеку, что он там делает? Понимаете, вот все заключается. То есть, до 14 октября? Да. Последнее представление будет 14-го. Последнее представление бывает у нас. Ну, я имею в виду в Кирове. Я уже 60 лет работаю, каждый день у меня последний, да? Вы как летчик. Вы понимаете? Я вам могу сказать, еще тайно рассказать. Мы, корабли ходят, по-моему, они плавают. Ходят, конечно, да. Мы в Аргентину, я шел 28 дней со своими животными. Через Атлантику, что ли? А? Через Атлантику или через Тихий? Через Тихий, через Тихий океан. Из Японии? Нет. Мы грузились в Питере. В Питере? А, через Атлантику. В Атлантику и туда. В Аргентину? Да. Боже мой. Как лошади перенесли? Я вам скажу, как я делал. Здесь специально делаются станки. Станки, когда шторм мы их зажимаем. Специально. А когда они стоят, вот как, сюда могут повернуться. Да, да. И я делал вокруг конюшни, где они стали, вокруг мы их шагали. Через день мы их шагали обязательно, купали их. мы там все это. Я вам могу тайно рассказать. Если лошади не будете в качке, лошадь страшно болеет. Это страшно. Не 10, нормальные, 15. А после этого начинают какие-то болезни появляться. А сколько? 28 дней плыли? 28 дней. Месяц. И как пережили эта лошадь? Я вам говорю, мы каждый через день 7 лошадей один день, следующий 7 лошадей другой день. И все, мы шагаем, там все это, резину там скилили, мы все это. Всем, наверное, закинули все. Самолетами перелетали, слонов перевозили самолетами, чтобы вы знали, по 4 слона и 15 лошадей в одном самолете. У меня как интересно жить. Летающий цирк. И когда слоны лошадь уходят, они смотрят, думаю, господи, сколько животных в этом самолете появилось. Это сейчас, знаете, сейчас легко все это делать, проблемы нет. Таберлан Нукзаров, наш гость, народный артист Российской Федерации, основатель и руководитель цирка «Легенда». Гастроли цирка продолжаются у нас в нашем городе до 14 октября вы имеете возможность попасть на представление. Сейчас небольшая реклама, скоро вернемся. Продолжаем нашу беседу. Хочется спросить, номервал Тимир Салтанович, связь с Родиной ощущаете? На каком уровне вот эта связь сейчас остается? Родственники. Родственники. Понимаете, все-таки, когда года подходят, когда молодой человек ездят по всему миру, когда уже годы останутся, уже как-то, знаете, уже на свою родную землю тянет, там все-таки похоронен, у меня мать там похоронен, отец там у меня похоронен, а каждый год туда обязательно приезжаю. Конечно, тянет. Конечно, к своему языку тянет. Конечно, в Владикавказ, да? в Владикавказ. И так же я ездил и в Ингушетию, и в Чечню ездил, мне там проблем нет. Вы говорите на языках? На осетинском языке, чисто говорю, да. И вы понимаете, меня, конечно, тянет, когда своих родственников там увидишь, они по-другому, жизнь становится, знаете, веселее как-то, да? Но, знаете, что удивительно, вот артисты, я привык ездить. Вот я удивляюсь, как люди на одном месте сидят и дом, гастроном, работают и туда. И вот я дома бываю где-то, да? Три-четыре дня дома нахожусь в Москве. Я думаю, как бы уехать быстрее на дачу, как бы туда, когда работать начну, да? У меня отпуска никогда не было в жизни. Знаете, мне мир показали бесплатно. Весь мир. Понятно. Мало кому удается, да. Понимаете, вот я про бесплатный мир хочу спросить вас. Мир показали бесплатно. Но, например, вот для меня очень ценное всегда общение с людьми из разных стран. Даже не музеи, не столько музеи. Вот вас там, вы приезжали, сколько уж, я не знаю, 40 стран вы прошли, 50, 60. Вас гости приглашали? Еще как. Вы знаете, я могу... Вот что-то гости непосредственно в дом. Да, непосредственно. Я вам сейчас скажу, вот японцы нет. Японцы не приглашали. знаете, почему я могу сказать, там у них очень... Ну, вот здесь, наверное, 5-6 человек живут. Угу. Вот в таком помещении. Понимаете, то, что маленькая у них земля... Компактный народ. Да. Но, они приглашают в рестораны, они приглашают, это рыбные дела, там проблем нету. И выпили, все думают, что японцы мало пьют. Японцы больше нас пьют. в саке. Так что, ой-ой-ой. Я даже глаза думаю, что случилось. Вы понимаете, меня в Америке нас и домой приглашали, и в рестораны приглашали. В Аргентине вообще мы как у себя дома были. Я, знаете, от гостей думаю, господи, чтобы только сегодня в гости не пойти. И надо передохнуть уже. В этом, там, знаете, я помню, так вот, огромная стена с кирпича, и там мангалы, и здесь висят колбасы, там мясо любое, и сам жаришь. А хозяин радуется. Вот сколько вы можете, столько и жарьте. Сколько можете выпить, столько пейте. Я говорю, господи, чтобы только не пойти сегодня. И в Аргентине был такой случай. Знаете, у меня, это в нашу руководитель поездки, да, в общем, нас пригласили в гости. Футбол на лошадях паты называется, знаете, играют. Пола. Пола, пола. Пола, И, знаете, там, и мы выиграли. Знаете, почему выиграли? У меня пацаны с бицепсами, они прямо так вместе с наездником к себе его. И мы выиграли. Я вам рассказываю интересную вещь. В общем, мы до того, знаете, договорились там, до того, застолье был, в нашу руководитель поездки встал, флаг там, он встал на колени, встал флаг, целоват. Аргентинский. Вы понимаете меня? Вот в этом заключается, мы друг друга больше узнавали. И что интересно в Аргентине, да, которые во время войны или до войны ушли, у них советские паспорта зеленые были. Мы, они в этом, в посольстве были зарегистрированы. И знаешь, они приглашали домой, это, понимаете? То есть, жители России, которые переехали в Аргентину во время войны или после войны. Да, да, во время войны там, по каким-то делам, да, и они были зарегистрированы в этом, в посольстве. Россия. И мы, они нас, знаете, хватали, чтобы только в гости поехать к ним. Но вы знаете, они так скучали по своей, кавказцы, по своей земле скучали. Знаете, они про, еще мы привезли какой-то цинандали, вино, все, они нашли, как будто золото это. Знаете, все-таки в душе у людей они хотят своих близких, где они родили, все это. Остается не так много времени. Скажите, пожалуйста, у нас вот общая такая оценка текущей ситуации, насколько современный российский цирк хранит те легендарные традиции, исконные наши цирковые, и по-прежнему ли мы за границей, выступая, собираем большие стадионы, залы, арены, и мы понятны? Или много уже что утрачено, и это, в общем-то, грустно? Вот я вам отвечу на это очень быстро и красиво. К сожалению, утрачено. 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 Вы понимаете, вот этот бизнес, который сейчас, знаете, антрепренеры, прокатчики, все, вот они берут два-три человека, а цирки это коллективные, там 15 человек подкидные доски летают, полеты летают, там человек 10 долларов, джигиты должны человек 15 быть. Единственное, я могу сказать, чтобы вы знали, единственный номер у меня осталось, который 25 лошадей у меня, 15 наездников у меня, единственный, остальные все как песок ушли. Единственный такой коллектив. Да, в стране. Вы понимаете, вот этот самый, как называется, бизнес, вот эти частные цирки, вот эти, да, они превращают цирк в балаган, к сожалению. Одевают, знаете, любые капризы за ваши деньги. Они, понимаете, они одели, балет взяли, красивые костюмы, красивые, а трюков нет. Они дым делают, блестят они, вот это, да. Основные у нас трюка нет. У нас сегодня фактически, честно говоря, за границу в Монте-Карло некого посылать. Фактически некого посылать. Одни и те же. А почему? Потому что становится, знаете, как объяснить, вы заказали номер там жонглера, вы заказали другой воздух, да, и вы это выполняете, вам за это деньги платят, все, и вот эти номера, мелкие номера по ресторану работают, где только они работают, где можно работать. А цирк превращается, к сожалению, все меньше, меньше становится народу. То есть какие-то такие крупные представления, где вот задействовано именно искусство цирковое, оно становится невыгодным. Мне, вот была программа, по 120 человек, 90 человек мы ездили за границу, чтобы вы знали это. Вот сейчас Киркоров находится в Америке, да, сколько у него человек, больше 100 человек народу у него на сцене, вот я по телевизору смотрел, потому что там они любят, чтобы зрелище было, не один человек там был, чтобы балет был, чтобы пели кто-то. И так же в цирке, в 2000 месяц в цирке все один человек будет делать. Вот когда 20 лошадей вылетают, люди не знают, как хлопать, свистят, кричат. Вы придите, посмотрите. Притом зрители это хочет видеть, чтобы были групповые номера, чтобы интересно было. И особенно маленькие дети восхищаются, когда человек летит, когда человек ездит на лошадь, когда под живот лошадь делает. Дети удивляются. Вот я сегодня считаю... Это, наверное, самое основное, когда люди удивляются, когда дети удивляются. Есть традиции, надо к цирку возвращаться, чтобы групповые номера были. Цирк Дюссалей, чтобы вы знали, сделал советский, российский цирк, чтобы вы знали это. Они. 90%... Это наши, да? Да. Цирк Китая, 90% наших артистов там работает. Групповые номера, туда все ушли. Вот вам, пожалуйста. А здесь мы становимся... А теперь получается, что китайцы занимают во всех конкурсах ведущие... Это вы правильно сказали. А самые, видите, китайцы, государственный цирк, там не частный цирк, китайский цирк, государственный. Все держат в руках, и они на них хорошие деньги зарабатывают. Чтобы вы просто знали, чтобы голословными не были, все цирки, которые в Советском Союзе, их было 71. И за счет Росгосцирка построили. Огромные деньги оттуда привозили. Ну, у нас, к сожалению, расходы страны на культуру на 30% сокращаются в бюджете. Так что... О, да. Наверное, уже последний вопрос. Минута буквально остается. Извините, что про возраст вспоминаю я опять, но вот все-таки в свои 76 вы еще понимаете, что еще, в принципе, есть чему учиться, и что еще вы можете многое показать. Вы понимаете меня? Я на это быстро отвечу. Знаете, когда у человека ничего не болит, когда еще мозги соображают, вы что-то, конечно, я хочу сделать. Зависит от физического состояния. Все от физического. Если человек болеет, он же хочет как-то отрепетицировать и это уйти, да. Конечно, хочется сделать. Я вам могу сказать, у нас салют победы прекрасный спектакль. У меня Вива Зора прекрасный спектакль. Таких нет. Знаете, конечно, хочется сделать. Пока во-первых, вокруг меня молодежь. Когда молодежь, как называют, вы должны как-то впереди их идти, а не отставать и за собой назад тянут. Понимаете, вот это самое главное, что когда вы физически подготовили, вы можете все что угодно делать. Томир Лантович, вы, может, вот как, может быть, немножко штамповано звучит, но как вот видный все-таки представитель нашего российского народа, как осетин, вот у нас уже практически время на исходе. Полминута. Но хотелось бы, чтобы вы вот в рамках нашей передачи что-то вот сказали такое, чтобы люди вот наполнились позитивом каким-то и оптимизмом. Я хочу, я вам могу сказать, давайте все вместе дружить будем, давайте обниматься будем. Мы должны, мы один народ, и у нас должно быть всегда небо, голубое небо, и смотреть на небо, и говорить, господи, какой прекрасный вокруг нас. А вот эти диаспоры, вот эти ругань, это никому не надо. Мы должны объединяться и делать прекрасное искусство и свою родину поднимать. Ну что, я думаю, хорошо, замечательно, прекрасно. Ну что, успешного вам продолжения гастролей в нашем городе, да, еще сошли раз. Всем здоровья, желаю самое главное, любите друг друга здоровья, чтобы было у всех. Мы вас ждем всех в цирке. Спасибо, спасибо, до свидания. Союз нерушимый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова